Здарова! Сегодня у нас будет опять не игра, а целая жизнь! Мы с тобой опять пройдём все этапы жизни человека и даже состаримся. У нас будет болеть спина, сердце, ну и в конце концов мы даже умрём, наверное. В прошлой серии нам удалось дожить до 21 года. Я родился, играл со своей мамой в какие-то странные игры, пошёл в школу, подрался и даже нашёл себе девушку. Возможно в этой серии мы даже на ней поженимся, потому что мне на самом деле сейчас 22 года. И мы сегодня начнём играть именно с этого возраста, ну почти. Если сегодня всё пройдёт успешно, то возможно мы даже доживём до старости и я вот буду таким страшным и красивым. Каждое моё действие будет влиять на моё будущее, поэтому я даже могу стать девушкой. Или бородатым мужиком. Так что ставь лайк прямо сейчас, чтобы в старости выглядеть как я, вот таким же вот красивым. Ой. Хреновый какой-то байт на лайке получился. Ставь лайк, чтобы дожить до старости, потому что без лайка ты даже до старости не доживёшь. Ты просто умрёшь, понимаешь? Так что давай, послушай дедуля уже, нюля. Итак, мне 21 год. Мне на самом деле 22, но в целом почти тот же самый возраст, что у меня есть и сейчас. Интересно, что сейчас будет, потому что я выбрал себе девушку. Ля-ля-ля, ты посмотри, мы с моей девушкой пошли в Макдональдс за покупочками. Ё-моё, веселимся. Походу всё. Любовь-морковь это моя спутница по жизни. Так, шо, не понял, шо она хочет? Мы идём в ювелирный магазин? То есть так быстро, всё, я сразу на ней женюсь. Я думал, это будет годам 30, но не сейчас же. У нас есть выбор. Мы можем купить обручальное кольцо за 20 тысяч долларов и за 100 долларов. Хм. А есть такой вариант вообще не покупать кольцо? Чё это за фигня? Я не готов жениться в 21 год. Мне сейчас 22, и жениться я до сих пор не планирую. Ну как бы это рано ещё. Ладно, видимо, выбора у нас нету. Ну слушай, 20 тысяч долларов в 21 год тратить на кольцо, это такое себе. Поэтому, ну возьму за 100 долларов. Главное же внимание. Чё, ей не нравится, что ли? Плохая какая-то у меня девушка. Всё, она ушла от меня. Ну и не нужна мне такая девушка, которая расстроится из-за кольца за 100 долларов. Смотри, я грустный пошёл вообще. Чё, вообще ничего не смешного-то в этом не было. У меня только что девушка кинула моя. Не, ну в принципе и хрен с ней, правильно? Вот если бы я Юле купил кольцо за 100 долларов моей девушке, она бы только обрадовалась. Ну, потому что, в принципе, внимание оказал. Главное же не сколько стоит подарок, а что, в принципе, ты его делаешь. Поэтому раз она от нас ушла, нафиг она нам и не нужна. Пошли дальше. 22 года. Вот мне сейчас ровно столько же, чем я занимаюсь в 22 года. Я на крыше стою? Только не говорите мне, что... А, это моя переписка. Это моя переписка с моей девушкой. Эй, привет. Не хочешь немного отдохнуть? Нет. Привет. Йоу-йоу-йоу. Привет. И у нас есть выбор. Спросить её, что случилось и как у неё дела. Блин, а нафига я вообще ей пишу? Ты шо, дурак совсем? Ты шо делаешь? Тебя уже бросили. Забей на неё. Ты найдёшь тебе другую девушку, которая тебя будет любить. Ну ладно, шо можно... Ну давай как дела спросим? Как дела? Ага, она на мне отвечает и у нас есть ещё два выбора. Пожалуйста, ответь и поговори со мной, пожалуйста. Да я не хочу это выбирать. Можно её послать к чертям собачьим? Ну, ладно, поговори со мной. Поговори со мной, давай, поговори со мной. Исчезни. Не понял. Только, только не надо. Только давай ты сейчас не будешь посовершать поспешных выводов. Успокойся, давай отдышись. Прокричись, да, это нормально. Всё, ну хрен с ним, ну бывает. Прыгнуть или смириться? Ты шо, совсем дурак? Ты вообще, ты как, как я тебя воспитывал? Ты должен быть сильным мужиком. Нахрен этих д... Ну, в смысле не нахрен этих девушек. Нахрен конкретно вот эту девушку. Зачем она тебе нужна? Конечно, смирись и забудь. Забей. Только... Так. Так, я тебе сказал, смирись. Не надо тебе никуда вообще даже смотреть. Всё, подними телефон и иди по своим делам там. Запиши новый ролик по Майнкрафту. Правильно, лайк поставь под это видео. Зачем? Чё, он ей позвонил снова или чё? Фух, ну ладно. Главное хотя бы, что я не прыгнул. И всё замечательно. Всё отлично. Если тебя бросила девушка или парень, забей. У тебя ещё вся жизнь впереди. Не нужно вообще, как бы, из-за этого париться. Я понимаю, любовь, морковь и так далее. Ну, шо поделать? Такое в жизни случается. И у меня случалось. Да у всех это случалось. Поэтому ничего... Ты посмотри, чё, он опять с ней. Он опять с ней. А она опять его опрокидывает. Пришёл какой-то, приехал чувак на ламборгини. И она опять к нему ушла. Да нафига ты вообще за ней ходишь? Ты что, идиот? Заплакать или найти работу? Так я ещё и безработный. Я-то думаю, шо он парится? Конечно, найти работу. Нахрен плакать. Не, ну, в принципе, поплакать там можно. Ничего плохого в этом не вижу. Но лучше найти работу. Лучше найти работу в этой ситуации. Всё замечательно. У меня уже 25 лет. Почему я в свои 22 умнее, чем он в свои 23? Ладно, сейчас посмотрим, что там 25. Может, он резко поумнее, то найдёт себе нормальную девушку или вообще не будет её находить? Так, кем я работаю? Я менеджер. У меня кружка в воздухе летает. А, я не менеджер, я официант. А почему кружка летает в воздухе? Ля, ля какая. Срадик! Да, да, да. А, это мой босс, да? Нифига себе такой, нифиговый у меня босс. Ты что, охренела? Ты посмотри, у меня вообще одни неудачи. Почистить след от кофе, который мы пролили, или ударить её? Хм, не, ну я в принципе против рукоприкладства, но тут написано punch her, типа оттолкнуть её. Не, ну это всё равно как-то слишком. Ну, она, конечно, коза, она та ещё. Коза, если ты вот так вот будешь себя вести со своими подчинёнными, то ты хреновый босс. Но, тем не менее, мне кажется, лучше просто прибраться и потом спокойненько уволиться. Сейчас, смотри, она сейчас пнёт ещё нас, да? Сейчас она нас пнёт. Ля, ты посмотри какая! Ля! Ля, это шо такое? Это шо? Я не понимаю, почему, почему так вообще у тебя в жизни происходит? Чё ты за работу нашёл? Я думал, ты нормальный будешь, пацан, видосы по Майнкрафту снимать. Что с тобой происходит? Шо ты делаешь? Нахрен её бить? Нахрен кофе потирать? Просто уволься, просто уволься. Шо он, натравился? Ему плохо? А, я понял, я хочу какать и мне нужно выбрать, куда пойти. В женский, в женский душ или в мужской? Ну, я же не дурак. В мужской, конечно, нахрен мне в женский идти. Ничего не понимаю, мне ещё 5 лет, что ли, чтобы за девочкой её подсматривать. Всё, давай, иди постучать в кабинку или идти в писсуар. Не, ну если ты вдруг не знал или не знала, то писсуар как бы для того, чтобы туда писать, понимаешь? Не для того, чтобы туда какать. В принципе, если в туалете всего одна кабинка, то тут два варианта. Либо ждать, либо, ну, попросить, чтобы её побыстрее освободили, хотя там, может, чувака тоже запор. Блохо, я не знаю, сложная ситуация. Ну, идти какать в писсуар, мне кажется, это точно не выход, поэтому давай постучи, вдруг ты нормальный чел, он ответит, откроет, поймётся ситуацию. Всё, меня сейчас побьют. Я так и знал. Ну, капец! Ладно, давай тогда сходим в писсуар, ну, шо поделать. Ладно, хорошо. Не, вообще, это, конечно... А штаны ты не хотел... А, нифига у тебя там вообще... Ты как себя так запустил-то? Ну, вот, понимаешь, будешь есть в этом, в дошираке всякие есть, тут будет такая же фигня, как и у меня в 20... Сколько там, 7 лет? Смотри, у нас сейчас 29 лет, и у нас сейчас 2 дорожки, то есть от нашего выбора зависит то, что мы будем дальше делать. Хорошо, тут нужно... Серьёзно, полная концентрация, мы думаем. Ага, мы думаем, какую выбрать машину, я понял. Так они, ну, и та, и та прикольная. Ты же, блин, только что работал вообще каким-то официантом, и тебе на голову ногу ставили. Откуда у тебя вообще такие бабки? 100 тысяч долларов за синюю машину и 150 тысяч долларов вот за эту белую. Ну, вот на этой белой ездил тот мужик, мне кажется, у него в памяти это отложилось, поэтому лучше возьму синюю, тем более синяя машина мне даже больше нравится. Прикольная синяя машина. Вот это, конечно, важный выбор, выбрать машину. Да вообще пофигу. Мы живём в такое время, когда машина, в принципе, не особо нужна. Ну, ладно. Я вообще из дома выхожу раз в неделю, если я куда-то выхожу на такси можно доехать. Ну, ладно. Не важно. Окей, у нас новая тачка, мы крутые, мы, видимо, нашли способ... Ой, идут, 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 говнюки, идут, старики, поганцы. Ля-ля-ля. Ля-ля, что творю? Красава! Уважуха! Вот так вот, вот так её, вот так нужно было изначально делать. Ладно, к 30 годам он поумнел, он поумнел, он понял, что уже прощать вот эти вот все её поганные поступки нельзя, поэтому всё молодец, всё правильно, сделал уважение. 31 год, а я вообще внешне меняться не буду, я по-моему выгляжу так же, как и в 20, хотя, может быть, в принципе, я и в реальной жизни буду в 31 выглядеть так же, как и в 20. В любом случае, наш мальчик очень уже хорошо вырос, он уже устал умным, он не... Что произошло? Что случилось? У тебя машина стала грязная, ты из-за этого так расстроился? Блин, слушай, я, кажется, всё понял. В прошлой серии нам папа говорил почистить машину, а я её дочистил не до конца. Видимо, я... Ага, видишь, я не могу чистить направо больше. Не, ну ладно, то была машина папы, давай всё-таки свою машину мы нормально почистим, ну, не прям уж идеально, но так. Чтобы хотя бы видимых пятен не было, всё-таки, ну, за своими вещами нужно следить. А папа, пусть папа сам моет свою машину, он её купил, он её пусть его есть. Правильно, правильно. Я так и не понял, каким образом он её купил, потому что он работал явно не на той работе, которая приносит очень много денег. Ну ладно, отлично. Мы почистили машину, я считаю просто прекрасно. 32 года, ага, у нас тут опять разветвление. То, что мы сейчас выберем, очень сильно скажется на нашем будущем. Давай, иду смотреть внимательно. Ага, привет, привет, кто-то говорит нам привет. Какая-то девушка говорит привет. Здорово. Ааа, это та коза, которая на меня ноги складывала. Ты чё, охренела? Сейчас я тебе всё выскажу. Моя кофемашина в доме перестала работать. Да мне-то какая разница? Мог бы ты ко мне попозже зайти и починить её? Ага, ты сразу мечталась, пошла, пошла в жопу. Sorry, I'm busy, я занят. Ты уволен. Не понял. Да за шо? За шо ты меня уволила? Не, ну а может быть это в принципе неплохо, что меня уволили. На меня там ноги складывали. Конечно, зарплата ничего такая была, но ноги складывали на меня. Это шо такое вообще? Поэтому не жалко эту работу, мы сейчас новую найдём. Ну, или не найдём. Эээ, я не думал, что всё настолько будет плохо. Ну, что поделать? Такой период тоже в жизни бывает. Я как раз слышал, что в 30 лет примерно начинается кризис среднего возраста. Капец, ещё и полицейские приехали. Если меня сейчас в тюрьму посадят, будет вообще смешно. Нет, пожалуйста. Ээ, сэр, вы, вы как бы тут нелегальные бездомные. Пошли в жопу, да, мне говорит? Вы, вы арестованы. Да за шо? За шо? Я просто немножечко, ну, сидел с чашечкой денежек просил. Взять его оружие и быть арестованным. Ну, блин, слушай, за то, что мы выпрашивали деньги, я думаю, нас на много-то не посадят. А вот если мы возьмём его оружьё, то мне кранты из жопы придут. Поэтому, ладно, давай. Ну, придётся немножечко, ээ, так сказать, присесть на бутылку. У меня опыт уже есть, уже Канатор 3000, и все дела, кто смотрел, ставь лайк. Ну вот, поэтому, я думаю, что ничего страшного. Ура, меня посадили в тюрьму. Мне до сих пор 33 года, и как я понимаю, сейчас я в тюрьме, да, буду выживать. Моя, моя жизнь переросла в выживание зэка в тюрьме, зашибись. Просто офигенно. Чё она говорит? Ля-ля-ля. Ты чё, ты ля, ты посмотри, мне догола раздели. Ты чё, офигела? Ага, мне нужно выбрать форму, оранжевая или в полосочку. Ну, не знаю, ну, мне больше оранжевая, на самом деле, нравится. В полосочку она какая-то, ну, не знаю, плохие у меня ассоциации с ней. Вот лучше, да, оранжевая, ля-ля-ля, смотри, вот так вот, вот так вот умею. Вообще нормально, да, нормально, весёленький паренёк. Главное, что мы не умерли в 27 лет, а я до сих пор в тюрьме, я думал, что я всё уже вышел. За что меня вообще посадили? За то, что я бездомный, я уже сижу целых два года, я два года сижу в тюрьме за... Я уронил мыло, всё. Всё, это конец. Всё, это конец. Поднять мыло или продолжить мыться в душе. Но я знаю, что будет, если я подниму мыло, поэтому просто продолжим мыться. Не важно, не важно, я просто продолжу мыться. Фух, я не буду говорить, что было бы, если бы я поднял мыло, напиши в комментариях, что было бы. 38 лет, а я что, сейчас буду до сих пор в тюрьме сидеть? 38 лет? Я за то, что просто сидел немножко выпрашивал деньги, я уже сижу 5 лет. Ага, пришёл священник, Гля, ты посмотри, а я же... Блин, а помнишь тогда, в прошлой серии, я выбрал, что я атеист? Там был уровень, и мне нужно было выбрать, верю я в Бога или я не верю в Бога. Но я в реальной жизни не верю в Бога, поэтому я так и ответил. А сейчас у нас есть выбор, помочь ему или его проигнорировать. Ну, блин, слушай, мне кажется, как вообще вера в Бога связана с тем, чтобы не помочь человеку? Конечно, да, поможем, а что нет? Я, правда, не знаю, что там с ним случилось, но давай поможем. Какие-то штуки, какие-то ящики отношу, мусор разгребаю. Не, ну, в принципе, что по... Опа-на, отвертка, один час спустя. Подожди, я сейчас, по-моему, с этой отверткой сбегу? Или что? Или я сейчас предложил зарезать этого священника? Да алло, что я верю там, какого-то это, вот это вот делаю? Я не говорил, что я верю в Бога, я просто помог священнику. В чем проблема? Человек нуждался в помощи, я ему помог. Капец, побег из тюрьмы мы сейчас будем осуществлять, это просто жесть. 39 лет, все, сейчас мы будем сбегать из тюрьмы, е-мое. Так, мы до сих пор в тюрьме, то есть мы сидим в тюрьме уже 6 лет. Ты какой-то традец. Так, открываем ключик. Э-э, не понял, что надо делать? А, я понял, все, я должен правильно эти пружинки расставить. Чем я занимаюсь вообще в своей жизни? Надеюсь, что я в реальной жизни таким заниматься не буду? Блин, конечно, страшно в тюрьме оказаться, но ты прикинь, я до сих пор в шоке. Меня посадили уже на 6 лет за то, что я просто посидел на улице и повыпрашивал деньги. Походу, нужно было брать тогда пистолет и его мочить. Вот тогда бы меня вообще на пожизненное посадили, я бы в тюрьме еще и сдох. Так хотя бы, смотри, выбраться могу. Хотя я бы и в том случае смог бы выбраться. Не знаю, короче, странная какая-то ситуация произошла. Ну ладно, главное, что мы сбежали. Капец, тут еще бежать и бежать, тут куча коридоров. Ага, мне нужно было выбрать налево или направо. Смотри, слева сразу же дверь, вон там вот сразу же дверь, а там длинный коридор. Мне почему-то кажется, что это какой-то подвох. Если я сразу пойду к двери, то там по-любому меня схватят. Давай мы последуем пословице, тише едешь, дальше будешь. Поэтому мы побежали вон туда, длинный коридор. Немножечко побольше пробежим, но зато, возможно, там безопасно. Хотя я уже не уверен. Я уже вообще не уверен. Сейчас меня грохнут. Дай тут где-нибудь. Все, жопа. Какой же я придурок. Окей, давай побежим налево. Хорошо. Игра не разрешает мне пропустить этот этап, и что я в любом случае должен сбежать. Но в принципе я не против. Ага, тут подожди, а тут как? Мы сейчас в люк полезем, будем в канализации жить, как черепашки-ниндзя. У-ху. Вот чем я мечтал заниматься в 30, сколько там мне, 9 лет. Зашибись. Не, если моя жизнь пойдет под откос, и вот меня посадят в тюрьму, пожалуйста, спасите меня оттуда, потому что я не хочу. Я не хочу сидеть в тюрьме и жить в канализации. Окей. Мне уже 39 лет, и мне кажется, что нужно оставить сладенькое на потом, потому что именно в следующей серии я скорее всего умру. Не, ну вначале я, конечно, состарюсь, а потом умру. Хотя, может быть, даже и не состарюсь, кто его знает. Обязательно прямо сейчас поставь лайк, потому что как только мы наберем много лайков, я сразу же выпущу новую серию, и мы наконец-то допройдем эту игру. И увидим, чем дядюшка Женя будет заниматься в старости. Напиши там комментарий какой-нибудь, пожелай мне удачи. Хотя удача, мне кажется, здесь уже не поможет. Вообще, если так посмотреть, у меня какая-то очень тяжелая жизнь получается. Не хотел бы я так в реальной жизни ее прожить. Ну что, мои внучки и внучки, увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok